На этом лётном поле начинался путь в небо дважды Героя Советского Союза, прославленного аса советской авиации Павла Михайловича Камозина. Сегодня Беженский аэроклуб носит имя знаменитого лётчика, а традиция отмечать годовщину, со дня его рождения, сохранилась до сих пор. Из стен клуба вышло 24 героя Советского Союза, из них один герой социалистического труда. Клуб очень знаменитый, клуб знаменит своими достижениями. Многие лётчики, которые служат большой авиацией, проходили через наш клуб. Перед выступлением лётчиков приветственные слова со сцены сказали почётные гости праздника. Наш земляк, лётчик-космонавт Виктор Афанасьев, внук Павла Камозина, ветерана Великой Отечественной войны, представители администрации города, директор 43-й школы Валентина Миронова, которая организовала в своём учебном заведении выставку, посвящённую Павлу Камозину. Помимо официальной части, для собравшихся выступили творческие коллективы, а недалеко от сцены были организованы выставки работ детских центров творчества. Это есть спортивные модели-копии. Самолёты разных времён, разных народов. Привезли мы семь экземпляров. Это серьёзная модель. Это модели чемпионатного класса. Эта модель неоднократно участвовала в чемпионате России, точнее, четыре раза. Занимали постоянно. Сам на ней участвовал. Занимал призовые места. Пролёт самолёта Ан-2 с флагами, высадка парашютистов с малой высоты, пилотаж на спортивных самолётах. Зрители не отрывали глаз от неба и сопровождали бурными аплодисментами каждый элемент. Мы живём в Москве, вот сюда в гости приехали и пришли на праздник. Знаем, что каждый год проводится этот праздник. Все бежичане, бежичане, все ждут этого праздника. Все приходят сюда с семьями. Это очень хорошая традиция, я мечтаю. На праздник приезжаю, потому что я сам лётчик этого аэроклуба. Летал с 1988 года и действующий авиамоделист. Это наша стихия, потому что я здесь среди своих. Ну, сегодня просто как зритель приехал. На территории аэродрома для гостей был организован полноценный отдых. Детские развлечения, ларки с едой, бесплатная вода и столики с сувенирами. После выступления лётчиков и парашютистов все желающие могли полетать вместе с опытными пилотами над аэроклубом. Евгения Павлюкова, Владимир Шилобода. События. Брянск.